Наступление 20-х суток голода Петрович воспринял как небольшой праздник. Вот и разменял двадцаточку, подумал он, но основной праздник, завершение голода, ждал его впереди. Петрович предчувствовал его, сладко томился и ждал, как самое величайшее событие в своей 45-летней жизни. Он будет полностью здоров, свободен от надоевших болячек, очищен от дурных черт характера, ощутит безграничность своих возможностей. Его личность полностью трансформируется в более лучшую, станет на новую ступень к эволюции. А главное, всего этого ты достиг своим трудом. Это будет праздник, величайший праздник, 20-е. В эту ночь Петрович хорошо и сладко спал. Проснулся в 7 утра, во рту была гнойная слизь. Казалось, что вся нижняя часть пропитана ею и все выходит и выходит через лунки зубов, слизистую гортоню. Все это указывало на то, насколько сильно поражен гнойродной инфекцией этот отдел организма. Поэтому неспроста у него разрушались зубы изнутри, утончались и рассасывались шейки зубов. Вообще от слизи во рту сушило и требовалось постоянно орошать, прополаскивать рот. Петрович сделал солевую клизму. Сразу же вышла отмерзшая патология в виде слизистых тяжей. Кусочка кровавой веревочки длиной около 3-4 сантиметров и какие-то сгустки по краям кровавые с капиллярами. В районе пупка возникли сильные боли. Скорее всего это и отходила та патология, которая накормила его во сне мясом. Петрович полежал на кровати, отдохнул. Когда возникли новые позывы, он пошел вновь в туалет, стал отходить с желчью. А в ней множество слизистых сгустков, напоминающих бурые водоросли. Шло разрушение грибницы. Встречались сгустки из-за старелой спрессованной желчи в виде черных камушков. Когда их раздавливаешь, они мягкие, жирные и видно, что состоят из старой желчи. После клизмы Петрович немного отдохнул. В животе все успокоилось. После этого он предпринял прогулку. Погода в бремени установилась ясная, солнечная. Петрович вышел из гостиницы и не спеша побежал. Энергии в организме было маловато. Все уходило на борьбу с патологией, на ее отдирание и выведение. Но все равно бежала вполне удовлетворительно. Пробежав около километра, Петрович развернулся и неспешным прогулочным шагом пошел в гостиницу, наслаждаясь солнцем, ветерком и пробуждающейся природой. В гостинице он выпил 150-граммовый бокальчик минеральной воды и стал делать комплекс йоговских упражнений. Гибкость еще немного возросла и ему удалось сесть в закрытый лотос. Закрытый лотос представляет собой сет на полу, ноги скрещены, а руки прикрещены за спиной и левая рука держит левый большой палец, а правая правый. Принятие подобной позы указывает на очень хорошую гибкость в суставах конечности. Все это указывало на то, что началось общее наступление защитных сил организма на патологию. Она отдиралась вместе со своими кровавыми проростками и выходила в виде слизи, кусочков водорослей, тяжей, кровавых образований. Это был наглядный целительный процесс самого организма, именно того, чего добивался Петрович. Теперь этот процесс надо было довести до естественного конца. В противном случае не полностью выведенная гребница пустила бы свой отростки вновь, и все голодание пошло бы на смарку. Болезненное состояние медленно, но верно вернулось бы вновь. Петрович понимал это и был преисполнен решимости вести битву до победного конца. 21. Петрович очень хорошо выспался, сделал солевую клизму. Воду в грелку для клизмы он всегда заливал через магнитотрон. Продолжался мощный отход разрушенной патологии. Какие-то кусочки, похожие на маленькие водоросли, в обилии отходили вместе с желчными шлаками. Глядя на все это, он вспоминал слова своего хорошего знакомого. Человеческий организм состоит не из воды, а из грязи и дерьма. Теперь, когда этой грязи и дерьма стало в организме меньше, самочувствие заметно улучшилось. В теле появилась упругость, меньше стало гнойных выделений изо рта, не так сохли слизистые оболочки. После клизмы Петрович полежал, отдохнул, дополнительно вышла черная жижа с кусочками тины. Выходила и какая-то плотная накипь. Создалось такое впечатление, что слизистая толстого кишечника покрыта нагаром. Этот нагар отквашивается и постепенно отходит. Закончив с очистительной процедурой, Петрович вышел на улицу пробежаться. Первый же вдох свежего уличного воздуха придал организму эйфорию, энергичность. Петровичу захотелось спеть и двигаться. Он не спеша побежал, любуясь окрестным ландшафтом. В Германии не так, как в России. Дорожка, по которой он бежал, проходила через частные угодья. Они были изрыты водоотводными канавками. В этих канавках спокойно плавали утки, по травке бегали фазаны и даже зайцы. Никто их не трогал. В России умельцы давно бы пустили их в суп, а здесь бегут. Среди всего природного особенно ощущалась связь человека с природой. Петрович бежал и всем встречным, в основном велосипедистам, говорил «Морган», что означало «Здравствуйте», и ему приветливо отвечали. Язык был покрыт густючим белым налетом, хотя во рту и меньше сохло. Когда Петрович решил помочиться, то обнаружилась и другая серьезная патология, над которой организм стал работать. Примерно 2-3 дня назад, когда он мочился, возникло резкое раздражение мочевого канала, будто по нему прошла не моча, а кислота. Через какое-то время все успокоилось. Но вот теперь, во время мочи и спускания, он увидел, вначале выходила сильно концентрированная моча, а потом пошла черная жидкость. Что-то происходило и в почках, особенно в правой, которая слегка напоминала о себе. Это очень хорошо, подумал Петрович. Зацепили патологию и здесь. Но уж теперь дело надо довести до победного, до полного конца. Общее самочувствие было нормальным, голова свежий, и Петрович решил немного погулять по улице. На улице было тепло и солнечно. Травка зеленью радовала глаз. Шло пробуждение природы. Петрович невольно сравнил этот всеобщий процесс со своим организмом. Освобождаясь от патологии, его организм тоже пробуждался к новой здоровой жизни. Это ощущение особой радостью наполняло его сознание. Он вспомнил свой сон, увиденный сегодня. Впервые за все дни голода он в этом сне радостно смеялся и очень хорошо себя чувствовал. Почему-то вспомнилось далекое детство, когда он только начал осознанно понимать, что он живет. Он беспечно бегал по двору, радовался не чему-то, а самому процессу жизни, ощущению себя в ней. Дни пролетали незаметно и радостно. Нечто подобное происходило и сейчас. Он стал ощущать и ценить жизнь не за материальное благо и удобство, что она дает, а за само ощущение себя в потоке жизни. Именно с таким настроением и начал голодать. Появилась какая-то странная уверенность в самом себе, что тридцаточку, а то и сороковочку дней голодания он проскочит как интересное, удивительное и необычайно полезное для себя путешествие. В любом случае он знал, что вышел на финишную прямую. Хорошо, что я голодаю у меня дома, думал Петрович. Домочадцы, своей суетой вокруг стола, запахи кухни, какие-то мелочные заботы, повседневности. Ни за что не дали бы мне провести этот процесс. Вообще надо дать им знать о себе, что у меня все в порядке. Вот тут прав поль брех. Уединение на голоде необходимо. Все святые, уходя в пост, уединялись и предавались сознательному терпению. Оставаясь один на один с самим собой, человек мог без помех разобраться в самом себе, общаться с природой, постигать житейские мудрости, космические законы, напрямую общаться с Богом. Погуляв около часа, Петрович вернулся в номер. Чуть более часа передремнул. Перед вставанием почувствовал, что в области темени что-то давит. Вроде энергетической пробки, но потом все прошло. Сходил в туалет по-маленькому. На этот раз моча была обычной, только несколько концентрированной от желчи. В этот день был у немцев большой праздник и никто не работал. Весь этот день Петрович отдыхал. Вечером он сделал большую прогулку, принял душ и лег спать. 22. Ночью ему приснились два сна. Первым он шел со своими родителями. Потом он поднялся на высокий обрывистый берег. Осторожно пошел к краю. С высоты прозрачной воде было видно плавающих рыб. На мели плавали небольшие рыбки, чуть поглубже, покрупнее. А еще немного дальше стояли огромные рыбы, то ли самы, то ли другие. Они были в несколько раз больше человека. Во втором сне дело происходило в городе. Петровичу захотелось опорожниться. Наконец он нашел туалет под землей. А обслуживал его бывший компаньон Петровича, который его обманул. Компаньон его обилетил. Туалет был платным. А потом куда-то скрылся. С опорожнением у Петровича почему-то не получалось. И он выбрался на улицу. На улице было солнечно. И он вновь стал искать туалет. Наконец нашел. Туалет был большим. А очко было расположено не по центру помещения, а сбоку около стены. Что было крайне неудобно. За стенкой кто-то был и поносил. Петрович долго раздевался. Почему-то он оказался в солдатской одежде, но босой. Долго усаживался. За это время чистый пол покрылся грязью. И Петрович скользил по ней босыми ногами, что было неприятно. Наконец он опорожнился и стал одеваться. В это время в туалет вошла девочка и женщина. Петрович портянками соскребал со ступней ног грязь. Между ними произошло разговор. Его узнали. Поговорили о том, о сём. И на этом сон кончился. Посмотрим, что получится, подумал Петрович. Рыбы это к прибыли. А вот второй сон, скорее всего, говорил о предстоящих неприятностях. Проблемах с бывшим партнёром, который его обманул и должны были выплатить ему паевые деньги. Встав с постели, Петрович пошёл в туалет. Во рту скопилась гнойная слизь. Прополоскал рот. Затем сделал целевую клизму. Вначале вода была чистой и с небольшими включениями. После того, как он полежал, последовал второй выброс. В основном выходила старая застоявшаяся желчь. Кусочков похожих на бурые водоросли почти не было. После клизмы Петрович ещё немного полежал. Сделал комплекс асан и потом пошёл на прогулку. Он не бежал, а просто шёл. Ещё вчера вечером у него заболела спина чуть ниже поясницы. Спину он неоднократно травмировал, занимаясь спортом. Потом всё прошло. Видимо, теперь настало время провести оздоровительную работу и в этом месте. Вообще, Петрович заметил, что у него прекрасно возрастает на голоде гибкость в суставах конечности. Он легче садился в закрытый лотос. А вот гибкость в спине оставляла желать лучшего. К тому же с возрастом она постепенно снижалась. Несколько лет назад он в положении лёжа на спине заводил ноги за голову и коленями касался пола. Голова была между ног. Но теперь это сделать не удавалось. Добрых 5-7 сантиметров составляло расстояние между коленями и полом. В целом самочувствие было нормальным. Голова свежий. В теле была лёгкость и расслабленность. 23. Сегодня Петровичу приснился сон, что он летал. Сначала он думал куда-то пойти, а потом решил почему-то это расстояние пролететь. Сделал первую попытку. Подпрыгнул и приземлился. Неудачно вышло. Затем сделал вторую попытку. Подпрыгнул посильнее и слегка опустившись, затем стал быстро набирать высоту. Летел быстро и переживание полёта было особое. Вот таким образом, бессознательно, начинает проявляться способность управления полевой формой жизни. Подготовка к существованию как полевого существа. Программа голодания шла по накатанному руслу. Подъём, солевая клизма, работа, вечером душ. Если позволяло время, то гулял или делал неспешную пробежку. Самочувствие было нормальным. Голова работала хорошо. У Малахова в книгах он прочитал отрывок из древнего манускрипта, который не вошёл в официальную Библию. О том, как Иисус Христос исцелял людей. Это его заинтересовало и он хотел получить по возможности весь текст целиком. И вот эта возможность была. Ранее упоминавшаяся Татьяна принесла ему этот текст, отпечатанный на машинке. Кроме всего указанного, Петровичу очень хотелось научить понимать прочитанное между строк. Как это у них получается, думал Петрович, читать текст и из него понимать больше того, что в нём написано. Или имело скрытый подтекст. Петрович приступил к чтению древнего манускрипта и стал сам себе объяснять смысл прочитанного на современный лад. Оригинал текста обычным шрифтом, а рассуждение Петровича курсивым. Первое. Всё. Ты можешь сказать нам, почему мы должны страдать от стольких болезней. Почему мы лишены здоровья, как другие люди. Учитель, исцели нас, чтобы мы вновь обрелись силой, чтобы несчастье оставили нас надолго. Мы знаем, что ты обладаешь силой исцелить все болезни. Освободи нас от сатаны. Это всех бед, которые он причинил нам. Учитель, пожалей нас. Люди не понимают того факта, что свои болезни они наживают сами в течение всей своей жизни. Их берёт зависть. Почему они должны страдать, а другие нет. Вместе того, чтобы разобраться, почему они заболели, сделать какие-то собственные шаги в сторону собственного здравления, они хотят, ничего не делая, не разбираясь, исцелиться за счёт целителя. И Иисус отвечал им. «Блаженны вы, ищущие истины, ибо я помогу вам и дам вам хлеб мудрости. Блаженны вы, постучавшие, ибо я отворю вам дверь жизни. Блаженны вы, захотевшие вырваться из власти сатаны, ибо я приведу вас в царство ангелов нашей матери туда, куда власть сатаны не может проникнуть». Иисус на их просьбу поступает весьма мудро. Он не стал их исцелять, хотя мог это сделать, а стал показывать на их ошибки в образе жизни, разъяснять их и рассказывать, как их надо устранить. Вначале с помощью сильных оздоровительных средств, а затем поддерживать своё здоровье разумным образом жизни. И с великим удивлением спросили его, где наша мать и кто ангелы её, где находится царство её. «Наша мать находится в нас, и вы находитесь в ней. Это она вас породила и дала вам жизнь. Это от неё вы получили тело своё, и придёт день, когда вы будете должны вернуть его ей. Блаженны будете вы, когда сможете познать её, её и царство её, когда последуете законам её. Здесь Иисус объясняет, что тело и жизнь человеку даёт природа. Человеческий организм погружён в природу и связан с ней миллиардами незримых связей, хотя кажется, что человек существует сам по себе. Следовать законам Матушки Природы значит поддерживать эти незримые связи между нами и ею с помощью праведного образа жизни, а не разрывать их. Познание законов природы, следование им и даёт человеку здоровую, долгую жизнь, которая является настоящим блаженством. Поистине говорю я вам, тот, кто достиг этого, никогда не узнает болезней, ибо власть вашей матери господствует над всем, и власть эта уничтожит сатану и царство его. И закон вашей матери управляет всеми вашими телами так же, как и всеми живущими на Земле. Объясняется, что феномен жизни на Земле основан на одних и тех же принципах, что Земля сама, огромный организм, который даёт всем другим живущим на ней организмам частичку самого себя. Она же управляет жизнями других живых существ с помощью энергии биоритмов. Кровь, которая течёт по вашим жилам, берёт начало от матери нашей Земли. Её кровь падает из облаков, бьёт ключом из лона Земли, журчит в горных ручьях, шелестит сквозь листву деревьев, поднимается, как зыб над полями пшеницы, дремлет в глубоких долинах, знойно обжигает пустыни. Вода есть кровь матушки Земли. Она же составляет большую часть организма любого живого существа и человека в том числе. От качества воды зависят очень многие. Современная вода, идущая к нам по трубам, хлорированная, мёртвая. Такая вода не может нормально поддерживать жизнь. Её надо оживить. В первую очередь её надо очистить. Для очистки лучше всего использовать сертификационные фильтры концерта такого-то, которые гарантированно очищают воду от этих примесей, с которыми не справляются другие фильтры. После того, как она очищена, воду надо оживить. Для этого надо в очищенную воду положить кристалл кремния и поставить её в холодильник. Далее её приготовляют как противовую воду. Чуть заморозят и выбрасывают первый лёд. Затем замораживают до 2-3 первоначального объёма. Не замёрзшую воду сливают, а лёд размораживают. Это вода живая. Хранят её в холодильнике и по мере надобности используют. По мере необходимости её можно дополнительно омагнитить, но увлекаться этим не стоит. Предостережение. Когда приготовляете воду подобным образом, она стирает себе всю информацию. Не держите в морозилке мясо и других подобных продуктов, чтобы вода не приобрела их информационные свойства. И в дальнейшем держите приготовленную воду от подобных продуктов. Крепость костей наших происходит от матери нашей земли, от скал и камней её. Тела их обнажены и смотрят на небо с горных вершин. Они как гиганты, которые спят на скалах холмов, как идолы, расположенные в пустыне. И скрываются они также в самых глубоких недрах земли. Говорится о том, что минералы земли дают человеку крепость костей. В удобоваримой форме они должны в достаточном разнообразии и количестве поступать к нам в организм. Пластичность мускулов наших породила плоть матери нашей земли. Эта плоть жёлтая и красная даёт жизнь плодам наших деревьев. Она даёт также пищу, бьющую ключом из каждой борозды наших полей. Здесь говорится об энергии, идущей из недр земли, которые имеют красный и жёлтый цвет. Именно эти цвета за счёт резонанса позволяют отбирать такие вещества, которые отвечают им своими вибрациями и за счёт этого собираются вместе. За счёт этого феномена вокруг информационно-энергетической матрицы образуется плод с красной или жёлтой краской. На уровне физического тела это мягкие ткани, имеющие аналогичную окраску. Утробу нашу дало нам чрево матери нашей земли. Она спрятана от глаз наших, так как невидимы нам глубины земли. Свет наших глаз, способность слышать наших ушей, родились из разнообразия цвета и звуков матери нашей земли. Она омывает нас, как волны омывают рыб, а струи воздуха птиц. В данном отрывочке говорится о тех незримых связях, которые дают нам способность видеть и слышать. Свет и звуки должны быть естественны, тогда они гармонично и благотворно создают наш организм, обеспечивают работу соответствующих чувствительных функций. Когда всё это неестественно, то приводит к дисбалансу, который не только ослабляет зрение или слух, но и повреждает другие структуры, функции организма, связанные с ними. Например, чрезмерное или недостаточное поступление света через глаза неблагоприятно отражается на функции печени. 1. Недостаточность угнетает её, а переизбыток приводит к гневу, разрушает печень и кровь. 2. Недостаточность или переизбыток звука вредит почкам. 3. Поистине говорю я вам, человек это сын матери земли. От неё сын человеческий получает тело своё подобное тому, как тело новорожденного растёт, питаясь грудью матери. 4. Поистине говорю я вам, вы одно целое с матерью землёй. Она находится в вас, а вы в ней, и от неё вы родились и живёте благодаря ей, и в неё в конце концов вернётесь. Поэтому следуйте её законам, ибо никто не проживёт долгих лет и не будет радоваться каждому мгновению, если не будет почитать матери своей и уважать её законам. 5. Ибо ваше дыхание, её дыхание, ваши кости, её кости, ваша плоть, её плоть, ваше чрево, её чрево, ваши глаза и уши, её глаза и уши. 6. Подчёркивается особая целостность и связь организма человека с природой. Любое нарушение этой гармоничной связи неизбежно отражается на здоровье человеческого организма. Иисус Христос буквально вдавливает эту первостепенную важность в человеческие умы. Поистине, говорю я вам, если хоть раз нарушите хоть один из её законов, то неизбежно заболеете очень серьёзно, и будет плач и скрежет зубовный. Говорю я вам, пока вы не будете следовать законам матери своей, вы не сможете никак избежать смерти. И тот, кто решит уважать законы матери нашей, получит взамен привязанность её. Она излечит все его болезни, и никогда он не будет больным. Уважать законы природы – это означает вести правильный образ жизни, который является самым сильным лекарством в мире. Ведь правильный образ жизни заранее предупреждает появление болезней. Он укрепляет, а не разрушает связи с природой. Вот почему человек, принявший здоровый образ жизни, самопроизвольно исцеляется, долго живёт и радуется здоровой, полноценной жизни. Она подарит ему долгую жизнь, защитит его от всех печалей, охранит вас от огня, воды и укусов ядовитых змей. Ибо ваша мать породила вас, и она поддерживает вас жизнь. Она дала вам ваше тело, и никто, кроме неё, не излечит вас. В который раз подчёркивается, что основа целительства не врач, а здоровый образ жизни, основанный на следовании законам природы. Блажен тот, кто любит свою мать, и кто покоится в мире на груди её. Ибо если даже вы удаляетесь от неё, ваша мать любит вас. А насколько больше полюбит она вас, если вы вернётесь к ней? Поистине говорю я вам, велика любовь её, больше, чем высокие горы, глубже, чем самые глубокие моря. И тот, кто любит свою мать, никогда не будет покинуть её. Подобно тому, как курица охраняет своих цыплят, львица своих львят, любящая мать своих новорожденных, так мать земля, сохранит сына человеческого от всех опасностей и всех бед. Ибо поистине говорю я вам, бесчисленные беды и опасности ожидают сынов человеческих. Вильзевул, князь демонов, источник всего зла, находится в теле сынов человеческих. Очень важно узнать, где находится самый главный и опасный источник несчастья, болезни для человека. Иисус Христос объясняет это. Он источник смерти. Он порождает все несчастья. И под пленительной маской он искушает и соблазняет сынов человеческих. И источник искушения, опасности и бед находится в сознании человека. Под видом черт характера, привычек он действует через сознание и тело каждого человека. Он обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, золотые и серебряные одежды, множество слух и все, чего они захотят. Он обещает еще славу и почет, чувственные радости и роскошь, прекрасные явства и обильные вина, шумные оргии и дни, проведенные в праздности и безделии. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно его сердце. Как только человек пойдет на поводу у своей черты характера, привычки и начнет ей угождать, он становится ее рабом. Все его помысли, жизненная энергия направлены на ее обеспечение и удовлетворение. А это уже искусственная жизнь, отрыв от природы, нарушение ее законов. И тот день, когда сыновья человеческие становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих гнусностей, тогда он отнимает у сынов человеческих, как плату за наслаждение, все благости, которые мать-земля дала им в изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, внутренности, глаз и ушей. Отрыв от природы, погоня за иллюзорными чувственными наслаждениями, удовлетворение своих амбиций, растрачивает напрасно жизненную силу человека, ослабляет организм вредными излишествами, что и приводит к самым разнообразным болезням. Дыхание сына человеческого становится прерывистым, оно становится зловонным, как дыхание нечистых животных. Оно становится коротким и болезненным. Его кровь загустевает, распространяя такой тошнотворный запах, как вода в болоте. Она сворачивается и темнеет, подобной смертельной ночи. Кости его деформируются, становятся ломками, они покрываются узлами снаружи и разлагаются изнутри, а потом ломаются пополам, как камень, падающий со скалы. Кожа его становится жирной и отечной. Она разлагается и на ней образуются корки и безобразные нарывы. Его внутренности наполняются отвратительными нечистотами, образуя гниющие потоки, в которых гнездится бесчисленное множество поганых червей. Глаза его меркнут, пока не воцарит в них глубокая ночь. Его ушами овладевает глухота и царит в них глубокая тишина. Подчеркивается очень важная особенность. Своим образом жизни человек загрязняет свое тело, а эта грязь привлекает самых разнообразных паразитов, которые довершают разрушение человеческого организма. Важно учитывать и такую особенность. Вирусы, бактерии, грибки имеют свою частоту вибраций. Различные эмоциональные состояния человеческого сознания также состоят из определенных вибраций. Если человек постоянно находится в определенном эмоциональном состоянии, то он, излучая эти частоты, может служить приманкой для указанных паразитов, которые имеют аналогичные частоты. Отсюда качество мышления имеет огромное значение для здоровья со стороны противопаразитарного лечения. Итак, в конце концов, сын человеческий теряет жизнь из-за собственных ошибок, что не смог научиться уважать законы своей матери и лишь совершал ошибки одну за другой. Собственные ошибки – это неправильный образ жизни, следование чувственным наслаждениям. Поэтому все дары его матери земли отняты были у него – дыхание, кровь, кости, кожа, внутренности, глаза и уши. И в конце концов, сама жизнь, которой мать земля наградила его тело. Человек не оценивает свою жизнь и свое тело, как самые огромные дары, которыми его наделила природа. Только лишившись их, он понимает, что все остальное – ерунда. Но если сын человеческий признает свои ошибки, если он пожалеет о своих грехах и отречется от них, если возвратится он к своей матери земле, освободится он от когтей сатаны и устоит перед его искушениями. Что значит устоять перед искушением? Это означает прежде всего изменить свои черты характера, привычки, начать мыслить совершенно иначе, а вслед за этим изменить свой порочный образ жизни на правильный. Тогда мать земля снова примет его, своего сына или дочь, который пребывал в заблуждениях и ошибках. Она подарит ему свою любовь и пошлет ему ангелов своих, которые будут служить ему. Как только человек развернется в правильном направлении, так и здоровье начнет поправляться. По истине я вам говорю, как только сын человеческий воспротивится сатане, обитавшему в нем, под сатаной подразумеваются дурные черты характера, привычки и излишек чувственных наслаждений и, конечно, многое-многое другое, и перестанет подчиняться его воле, угостать тем или иным своим желаниям, привычкам и тому подобное, и прочим искушениям. В то же мгновение ангелы матери его укрепятся в нем, чтобы служить ему всей властью своей, освобождая от человеческого сына из-под власти сатаны. Ибо никто не сможет служить двум господам поистине, или служить Вильзевулу или нашей матери земле и ее жизни. Действительно, либо ты созидаешь сам себя, эволюционно развиваешься, следуя правильному образу жизни, либо разрушаешься, деградируешь, следуя порочному. Третьего не дано. Поистине говорю я вам, блаженны те, которые следуют законам жизни и не следуют тропами смерти, ибо в них жизненные силы будут расти все более укрепляясь, и они избегнут влияния смерти. Впервые сказано о жизненной силе, основе крепости организма человека. Только правильный образ жизни способствует ее укреплению. Больше в этом плане ничто не работает. Это надо особо запомнить. Вот, оказывается, какие истины изложены здесь. Они не потеряли своего значения и сегодня. Даже более указывают современному человеку путь среди множества соблазнов, которых две тысячи лет назад вообще не было, думал Петрович про себя. Сильнее этой вещи я еще не встречал. Это относится к данному манускрипту. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!